библейский портал экзегет.ру представляет здравствуйте друзья на библейском портале экзегет читаем книгу судей 6 глава 6 главы начинается история судей гидеона гид он его история 6 7 и 8 главы прошло 40 лет после победы над сесарой израиль опять впал в грех служение иным богам грех идолопоклонство стал делать злое пред очами господа мы читаем сына израиля вы стали делать злое пред очами господа и предал их господь в руки мадионитян на 7 лет поработили эти мадионитяне а кроме мадионитян еще другие были мы сейчас прочтем тяжела была рука мадионитян над израилем мадионитяне ну жили они там где северо-аравийского полуострова сейчас также сенайский полуостров вот те южные южнее даже дома те южные края вот там они жили кочевое племя тяжела была рука мадионитян над израилем и сыны израилевы сделали себе сделали себе от мадионитян ущелье в горах и пещеры и укрепления то есть они вынуждены были от них прятаться скрываться и прятать свой урожай как мы читаем дальше когда посеет израиль придут мадионитяне и амаликитяне и жители востока и ходят у них мадионитяне и амаликитяне это на юг от израиля а жители востока имеется ввиду на восток от иордана еще восточнее чем муав и аммон дальше вот туда в сторону сирийской пустыни там другие восточные племена в том числе арабские племена вот они эти самые жители востока ходят у них израиль посеет а эти ходят хлеборобы ждут пока урожай позреет созреет ну как монголы татары доходят по руси собирают дань и стоят у них шатрами и истребляют произведения земли до самой газы газы это уже граница египта это самый южный филистимский город на берегу средиземного моря и не оставляют для пропитания израилю ни овцы ни вола ни осла урожай отбирают или сжигают скотину всю себе забирают поэтому израильтяне вынуждены прятаться в каких-то горах пещерах ущельях вместе со своими стадами может быть с частью собранного спасенного урожая ибо они приходили со скотом своим и шатрами своими приходили в таком множестве как саранча эти все племена кочевые израиль живет оседлой жизнью приходят эти кочевники шатры свои ставят поселяются они сильнее израиля как саранча очень много им и верблюдом их не было числа и ходили по земле израилевы чтобы опустошать ее верблюды они к тому времени кочевники уже ездили на верблюдах много было у них верблюдов и весьма обнищал израиль от мадионитян и возопили сына израилевы к господу повторяется старая песня грех наказание в виде вражеского нашествия порабощения да после этого они возопили ко господу господи больше так не будем прости нас спаси нас защити нас возопили ко господу и господь им пошлет избавителя читаем дальше 7 стих когда возопили сына израилевы к господу на манитян послал господь пророка сначала пророка господь послал не сразу приходит спасение послал господь пророка к сынам израилем имя-то пророка пророка этого не называется и сказал им так говорит господь бог израилев и дальше речь этого самого безымянного анонимного пророка несколько в библии пророков безымянных анонимных часто иногда они называются людьми божьими человек божий и шайлу им здесь говорится Нави. Мы не знаем его имени, этого самого пророка, но он напоминает Израилю о тех благодеяниях, которые Господь дал. Когда-то народу вывели из египетского рабства и даровав благословенную землю. Так говорит Господь, Бог Израилев, обычное для пророка начало его пророческой речи. Возможно, вот это пророк и его речь, это уже здесь рука дефтерономического историка, то есть того историка, который в духе, в ключе второзакония составлял всю израильскую историю, используя древние предания, древние рассказы, древние гимны, как, например, песнь Деворы. То, что называется дефтерономической историей. Дефтерономической историей главная, пожалуй, двигателями израильской истории являются именно пророки. Пророки вершат историю, вершат историю словом Господнем, то есть сам Господь вершит историю Израиля через свое слово, которое он посылает через пророков. А цари уже должны реализовывать божественный план, ну или судьи. Вот здесь послал Господь пророка. Что же говорит пророк? Так говорит Господь, Бог Израилев. «Я вывел вас из Египта, вывел вас из дома рабства». Обычное обозначение Египта – дом рабства. «Избавил вас из руки египтян и из руки всех угнетавших вас, прогнал их от вас и дал вам землю их». При Иисусе на вине – хана, хананская земля, войны Господние. Вот она, земля обетованная, когда-то обетованная в раму Исааку Якову. Теперь ей владеют, ею этой землей благословенной владеют потомки Якова, этой обетованной землей. «И сказал вам, Я Господь, Бог ваш, не чтите богов амарейских, в земле которых вы живете, но вы не послушали глаза моего». Боги амарейские – это боги хананейские. Как хананеи иногда обозначают все семь хананских племен, так и амареями обозначаться могут тоже все семь хананских племен, а не только, собственно, племя амареев, амураим, амареев. «В земле которых вы живете, но вы не послушали глаза моего». Эти боги, эти ваалы, эти астарты, эти вот все аширы, все эти божества местных жителей, которых Израиль не до конца истребил, поэтому они были сетью для него, их божества. Израильтяне начали участвовать в культе, в культах этих самых местных божеств. Чаще всего этот куль был связан с плодородием. «И пришел ангел Господень и сел в офре под дубом». Где эта офра точно находится, мы не знаем, это неизвестно. Это дуб, это вот офра, значит, там священное древо, это дуб. В Библии много священных деревьев, или которые позднее были как бы освящены, посвящены Господу. Есть деревья, которые сакрализованы были нечестивцами, язычниками, делопоклонниками. Ашера, например, это столб деревянный или какое-то дерево. А бывают такие хорошие священные деревья, которые связаны с культом Господа, Бога Израилева. Здесь непонятно, потому что дальше будет происходить интересное событие в конце этой главы, где Гедеон будет, даже в середине этой главы, где Гедеон будет разбираться с деревьями, с жертвенниками Ваала. То же ли это самое святилище, что под офрой, то же ли самое культовое место, не совсем понятно. Но вот сидел ангел Господень, сидел. Не стоял, а сидел. Ангел Господень – это не пухлые младенцы с крылышками, как в барочных храмах, а это грозные воины обычно. И ангел – это посланник, вестник. Может быть, это просто человек, никаких крыльев у него нет. Человек может быть ангел, которого послал Господь. Ангел может быть человеком, которого послал Господь. Может быть, и с небес ангел. Об этом ангеле говорится дальше. Он сел в офре под дубом, принадлежащим Иоасу, потомку Авиезерову. Сын его Гедеон выколачивал тогда пшеницу в Тачиле, чтобы скрыться от мадянитян. Выше мы читали, что где-то в ущельях, в пещерах израильтяне скрываются. Вот здесь гумно, где-то на пригорке, дуб там, вот там это гумно. Тачила это больше связано с давлением винограда, но где точила, там и гумно часто располагались рядом. Вот здесь он выколачивал не на гумне почему-то, а в Тачиле. То есть, видимо, тоже было такое действие, тайное действие, секретное, чтобы эти мадянитяне не догадались оккупанты. Выколачивал тогда пшеницу в Тачиле, чтобы скрыться от мадянитян, взять эту пшеницу и унести туда, в эти самые ущелья, пещеры, где скрывались израильтяне. «Явился ему ангел Господень», тот самый, который сел в офре под дубом, явился и сказал, «Господь с тобою муж сильный». Гибор сильный. Гидон здесь вот имя, да, гидеон. Гидеон значит, ну тут от глагола рубить или колоть, деревья, например, рубить, да, он такой, можно перевести это имя как рубщик или рубака, рубака парень, рубит, вот гидеон. Выколачивает пшеницу, он значит, это время, конец весны, начало лета, время такое, пасхальное. Время даже ближе к Пятидесятнице, Пятидесятнице, Шавуот, то есть начало лета. Гидеон сказал ему на это, он его приветствует, ангел говорит, называет его сильным мужем. Гидеон на это ему говорит, «Господин мой, если Господь с нами, то отчего постигло нас все это?» Я вот тут пшеницу выколачиваю, чтобы как-то спасти хоть хотя бы часть урожая от этих прожорливых оккупантов мадянитян. У меня семья, соплеменники, мои родственники, мы терпим бедствия от этих оккупантов. Скрываемся где-то, урожай свой скрываем. Почему же ты говоришь, Господь с тобою? Ангел же приветствует, Господь с тобою, муж сильный. Обычное такое, казалось бы, приветствие, но он, гидеон, наверное, не понимает, что перед ним ангел, посланник Божий. Думает, просто человек какой-то. Отчего постигло, говорит, нас все это? И где все чудеса его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря, «из Египта вывел нас Господь?» Ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадянитян. Ну, это уже не впервые. Меньше надо заниматься идолопоклонством, и не будет Господь вас оставлять. Скажем мы ему, да, гидеону? Господь, возрев на него, сказал. Интересно. То ангел, то Господь. Ангел – это представитель Господа. Поэтому Господь посылает ангела, конечно, но говорит через ангела сам Господь. И взирает на человека, человека видит через ангела сам Господь через своего вестника. «Иди с этой силой твоей, спаси Израиль от руки мадянитян, я посылаю тебя». Гидеон был человек авторитетный, зажиточный. Он мог собрать ополчение в своем колене. И гидеон на это отвечает. Господи, как господин, да, как спасу я Израиля. Вот и племя мое в колене Моносийном самое бедное, и я в доме отца моего младший. Он был из колена Менаше, Моносии. Два колена братских – Менаше и Эфраим от колена Иосифа. Колена Иосифа разделяется на два колена – Менаше и Эфраим, и Менаше. Племя говорит, у меня небольшое, сам я тоже так себе начальник. «И сказал ему Господь, я буду с тобою, и ты поразишь мадянитян, как одного человека». Господь не взирает на лица, на вес человека в обществе, на значение его клана семейного, которому человек принадлежит. «Господь видит, будет ли способен человек исполнять его волю. Немощное миро избрал Господь, чтобы посрамить сильных», – будет сказано в Новом Завете. Гедеон не самый сильный, не самый богатый, не самый весомый в обществе человек. И ему говорит Господь, как одного человека их поразишь. Одного человека поразить легко. А вот это полчища мадиамское с амаликитянами, как саранча, попробуй-ка их порази. Но с Господом всегда победа. Победа от Господа будет дана. Поэтому даже Гедеон, незначительный человек, как он исповедует, сможет одолеть. И сказал ему, как одного, да, 17 стих. Гедеон сказал ему, «Если я обрел благодать пред очами твоими, то сделай мне знамение, что ты говоришь со мною». Ты говоришь со мной, ну, кто-то же говорит с ним. Он, Гедеон, начинает догадываться, что это ангел. И с ним через ангела говорит сам Господь, сам Бог. И требует знамения, просит, точнее, знамения. Ну, это нам напоминает, напоминает нам историю с Моисеем. Моисей тоже просил, вернее, он не просил знамения, а говорил, ну, как вот я, что мне сказать, какое имя твое, кто тебя послал. Вот. И были даны знамения, которые Моисей должен был продемонстрировать перед своим народом в Египте. Вот здесь Гедеон просит знамения, дай мне знамения. Потом дальше в конце главы Гедеон будет просить еще два каких-то знака, которые будут тоже вот как бы в параллели стоять к тем знамениям, которые бы даны были Моисею. В чем же знамение? «Не уходи отсюда», к ангелу обращается, «да коли я не приду к тебе и не принесу дара моего, и не предложу тебе». «И сказал», отвечает ангел, «я останусь до возвращения твоего». Хорошо. Гедеон пошел и приготовил козленка. Лучшее угощение готовит. Бедствие. Он берет самое лучшее, может быть, последнего козленка, кто знает. «Приготовил козленка и опресноков из еф и муки». Ефа мера сыпучих тел. Мясо положил в корзину, а похлебку лил в горшок и принес к нему под дуб и предложил. Значит, дело происходит там, в этой офре, под священным дубом. «И сказал ему ангел Божий, возьми мясо и опресноки, и положи на сей камень, и выли похлебку». Он так и сделал. Офра, дуб, точила, гумно, является ангел, камень там какой-то, похлебку ставится. Вот этот суп-марак ставится, и мясо кладется на этот самый камень. И вливается похлебка. Он так и сделал. «Ангел Господень простер конец жезла». Какой-то жезл у него был. Жезл это что такое? Ну, это пастушеский посох. Вот мы привыкли. Жезл такое старинное слово. Просто палка пастушеская. Без всяких там набалдашников. А это просто пастушеский посох. Конец этого посоха простирает. «Прикоснулся к мясу и опреснокам, и вышел огонь из камня, и поел мясо и опресноки, и ангел Господень скрылся с глаз его». Огонь, все это сгорает, и ангел Господень восходит в пламени, в дыме. Это не раз так происходит. Исчезает, скрывается от глаз Гедеона. И увидел Гедеон, что это ангел Господень. Теперь он убедился, что это ангел Господень, посланный, значит, Господом. «И сказал Гедеон, увы мне, владыка Господи, потому что я видел ангела Господня лицом к лицу». Встретиться с ангелом Господним – это все равно, что встретиться с самим Господом. Господь есть огонь поедающий. Встретиться с ним смертельно опасно. И люди, встреча с Господом, ввергают человека в страх и трепет. В то, что называется религиозным чувством, благоговением. «На кого я презрю, – говорит Господь, – на трепещущего пред именем моим». «Харидим, – трепещущих пред именем моим». Господь сказал ему. Вот он уже, видимо, с небес говорит, что он вошел, поднялся с глаз его. Господь сказал ему, ангел, Господь через ангела, «Мир тебе, не бойся, не умрешь». Вообще-то, встреча с Богом для человека смертельна. Но Господь милосерден. И поэтому человеческая жизнь сохраняется при встрече с Господом, потому что Господь человека жалеет и не уничтожает его во время этой встречи. Частая история. Куст горит и не сгорает при Моисее. Другие всякие там явления ангела Иисусу на вину, другим важным людям. Это всегда человека ввергает в ужас. И вспомним богоявление Исаия, 6 глава Исаии. «Горе мне, — говорит Исаия, — я человек грешный, живу с нечистыми устами, живу среди народа с нечистыми устами, а я видел Господа Саваофа». Славу Господню он видел, богоявление ему было. Всегда встреча с ангелом, встреча с Господом ввергает человека в священный религиозный страх и трепет. И здесь он вынужден ободрять ангел Гедеона, говорит, «Не бойся, не умрешь». Надо Бога бояться, тогда не умрешь. Тот, кто боится Бога, больше никого не может бояться. Тот, кто является рабом Божьим, ничем более рабом быть не может. «И устроил там Гедеон жертвенник Господу и назвал его», дальше тетраграмма, «ют, гей, вав, гей» и слово «шалом», «Господь мир». «Господь мир». То есть мир, не умрешь, не бойся. Он устраивает там жертвенник. Вообще построено по такой известной нам схеме, этот рассказ построен. Схема такая, богоявление, то есть явление ангела. Потом этот ангел сообщает весть о спасении, он же вестник, что будет спасение. Вот здесь, например, это говорится, что ты всех мадянитян как одного человека поразишь. Потом через это будет спасен весь народ. И дальше, после этого богоявления, освящение культового места, его сакрализация. Вот был дуб, была офра, был этот камень, да, и он там строит Гедеон жертвенник. Все это напоминает нам рассказы из книги «Бытия», где происходит богоявление. Праотец или патриарх слышит какое-то слово Господне, спасительную, божественную весть. Это место освящается. Помните, как Иаков говорит, да? Это дом Божий, там врата небесные и так далее. И выливает елей на камень. И такое не раз происходит со многими местами, с камнями, с местами, которые были обычные, профанные, стали святыми, сакральными, культовыми местами. Почему? Потому что там было богоявление и была весть о спасении. Вот здесь эта традиция патриархов, традиция правоцев продолжается Гедеоном. Он строит жертвенник из камней. Для чего жертвенник? Для того, чтобы жертву приносить. Дальше мы прочтем. Здесь такая вставка священного писателя. Он еще до сего дня в Офре Авиезеровой. То есть к тому времени, когда книга Судей была составлена, в это время еще этот жертвенник, наверное, уже не функционировавший, до сих пор находился в Офре Авиезеровой. Дальше он отправляется на ночлег. «В ту ночь сказал ему Господь». Опять является ему ангел. Господь имеется в виду ангел, конечно. «Возьми тельца из стада отца твоего и другого тельца семилетнего, и разрушь жертвенник Ваала, который у отца твоего, и сруби священное дерево, которое при нем». Вот как бы два рассказа. Один из них – это тот, который мы прочитали. «Явление в Офре под дубом ангела Господня». Здесь говорится, надо разрушить жертвенник. Ну, логически, наверное, речь идет о другом жертвеннике. Жертвенников же было много повсюду. Вот жертвенник Ваала был, а здесь жертвенник в честь Господа. Но иногда в комментариях современных мы встречаем такое сомнение, что не то же ли это самое. Не то ли это самое. И вот это имя, которое получает дальше, в 32 стихе, имя, которое получает Гедеон или прозвище, второе его имя, по народной этимологии он спорит с Ваалом, соперничает с ним. На самом деле, это народная этимология, на самом деле его имя, скорее всего, означает «Баал защищает». Еруб Баал защищает. Такую этимологию предлагает в этом имени Еруб Баал, Библия Иерусалимская, комментарий в Иерусалимской Библии. Но все-таки большинство древних комментаторов средневековых считают, что это все-таки два разных жертвенника. Говорится, возьми тельца из стада отца твоего и другого тельца семилетнего, разрушь жертвенник Ваала, который у отца твоего, и сруби священное дерево, которое при нем. Ваал, при нем часто при Ваале была Ашера. Ну, Вала же должна быть жена. Вот это Ашера. Ашеру часто отождествляется со старта Ашера. Ее репрезентация, ее представительство, то, что ее представляло, часто было в виде дерева или в виде какого-то деревянного столба. Собственно, часто Ашера имя не собственное, а нарицательное означает вот этот самый культовый объект. Значит, у отца, как мы читаем, было священное дерево и жертвенник вот этого отца, Авизера, сыном которого был Гедеон. То есть, они там, видимо, занимались идолопоклонством, за что им Господь на них наслал вот этих самых мадеонитянцам или китянами. Значит, этот жертвенник надо разрушить. «И поставь жертвенник Господу Богу твоему на вершине скалы сей в порядке, и возьми второго тельца, и принеси во всесожжение на дровах дерево, которое срубишь». Но выше же уже мы читали, что он соорудил жертвенник. Вот тот ли это самый жертвенник, который здесь повелевается сделать? То есть, как бы рассказчик предваряет заранее содержание следующего отрывка, говорит про жертвенник, который потом будет построен. Или еще один жертвенник? Тоже непонятно. «Гедеон взял десять человек из рабов своих». Гедеон был зажитошным. У него были рабы, работники. «И сделал так, как говорил ему Господь. Но как сделать это днем? Он боялся домашних отца своего и жителей города. То сделал ночью». Жители города увлекались культом Ваала и, наверное, Ашеры, поскольку еще и священное дерево сакральное. «Ночью сделал, да. По утру встали жители города, и вот жертвенник Ваалов разрушен, и дерево при нем срублено, и второй телец вознесен во всесожжение на новоустроенном жертвеннике. И говорили друг другу, кто это сделал. Искали, расспрашивали и сказали, да это Гедеон, сын Иоасов, сделал это. Потомок Авиезера. Иоаш, так звали отца Гедеона. И все они из семейства Авиезера. Авиезера. «И сказали жители города Иоасу, выведи сына твоего, он должен умереть за то, что разрушил жертвенник Ваала и срубил дерево, которое было при нем. Наши великие духовные святыни он разрушил. Жертвенник, посвященный Ваалу, и дерево, наверное, посвященное Ашире. «Иоас сказал всем приступившим к нему, отец заступается за сына, вам ли вступаться за Ваала, вам ли защищать его? Почитал ли сами Уас Ваала, непонятно, но за сына он вступается. Кто вступится за него, тот будет предан смерти в это же утро». Мы тоже сейчас, у нас тоже есть оружие. «Если он бог, имеется в виду Ваал, то пусть сам вступится за себя, потому что он разрушил, он Гедеон, разрушил это его жертвенник, жертвенник Ваала. И стал звать его с того дня отец, стал звать его сына своего Гедона, стал звать его Еруббал. Как я уже сказал, народная этимология считает, что это имя означает «спорящий с Ваалом». От глагола «риф» спорить, состязаться, иметь тяжбу. Но более надежная этимология – это «Баал защитит». «Пусть Ваал сам судится с ним за то, что он разрушил жертвенник». Вот, здесь приводится краснородная этимология. «Между тем, все Мадеонитяне и Маликитяне и жители Востока собрались вместе, перешли реку, имеется в виду, и стали станом в долине Израильской». Израильская долина в Галилее, очень долина известная, там будут потом происходить важные события, связанные с Ахавом, потом с Иеху, Иеуем. Долина Израильская, у пророка Осии будет упоминаться Израиль, а это была одна из резиденций, потом станет израильских царей. Долина Израильская, с ней связано много исторических событий в священной истории Израиля. Дальше говорится о Духе Господнем. Дух Господень объял Гедеона, он вострубил трубою, и созвано было племя Авиезерова идти за ним. Колено делились на племена, на семейные кланы. Вот племя Авиезерова вместе с Гедеоном, Дух Господень объял Гедеона. Дух Господень будет действовать через других также судей. Вспомним Самсона, Шемшона, который будет постоянно действовать в силе Духа Святого. И послал послов по всему колену Монассиину. Племя Авиезера входит в колено Менаше. И оно вызвалось идти за ним. Вот собрали ополчение народное с этого колена. Также послал послов кассиру Заволуну и Нефалиму. Другим коленом галилейским Исии пришли навстречу им. Вот получается коалиционное народное такое ополчение. Большое, наверное, было. Но его придется уменьшить. И сказал Господь, и сказал Гедеон Богу, сказал Гедеон, говорит, если ты спасешь Израиля рукой моею, как говорил ты. И дальше он не просит даже, а требует у Бога знамения. Два знамения будут, о которых мы читаем ниже в конце этой главы. Вот я растелю на гумне стриженную шерсть. Если роса будет только на шерсти, а на всей земле суха, то буду знать, что спасешь рукой моею Израиля, как говорил ты. Шерсть овечья растилается. Не может же так быть, чтобы роса только в одном месте была, а через метр ее на земле уже не было. Если такое случается, это чудо или знак какой-то, знамени. Так и сделалось. На другой день, встав рано, он стал выжимать шерсть и выжил из шерсти росы целую чашу воды. Выжимает шерсть, много росы на шерсти. И сказал Гедеон Богу второй раз, не прогневайся на меня. Видимо, он с ангелом общается. Если еще раз скажу и еще только однажды сделаю испытание над шерстью, как Авраам обращается к Богу, не прогневайся на меня. Если вот попрошу, чтобы, если в городе, в Содоме есть праведники, хотя бы там 50 человек, 45, 40, 30, 20, 10, не погуби. Многократная просьба Авраама, целая серия просьб. Здесь также не прогневайся, только однажды сделай испытание над шерстью. Пусть будет сухо на одной только шерсти, а на всей земле пусть будет роса. Пусть будет наоборот. Уже шерсть пусть останется сухой, не надо будет выжимать, не будет ни росы. А земля пусть вся будет покрыта росой ночью. Галаат и Галилея, север Израиля, там очень обильная роса. Без этой росы на Востоке не было бы плодородия. Там буквально роса даже струйками ночью, утром конденсируется влага, и роса стекает струйками даже с крыш. Очень обильная роса бывает. И удивительно, что ночью роса не будет на шерсти. Бог так и сделал в ту ночь. Только на шерсти было сухо, а на всей земле была роса. Вспомним начало 4 главы книги Исход. Там Бог дает Моисею тоже для его укрепления, убеждения, два знамения. Его пастушеский посох, жезл, становится змеей. Потом рука, которую он в пазуху себе засовывает, становится прокаженной. Потом обратно она уже не прокаженная. Это для того, чтобы убедить израильтян, что Господь его послал вывести свой народ. Два знамения. Вот здесь тоже два знамения. Миссия Моисея чрезвычайно важна. Миссия Гедеона тоже имеет важное значение. Поэтому ему нужно быть глубоко убежденным в том, что сам Господь его посылает. Он просит не гневаться. Я должен быть уверен, что ты меня посылаешь. Что ты, Боже, послал ангела, и я должен исполнить эту миссию. И вот дальше это огромное ополчение, которое с коленом Менаше, с коленом Ашера, с Вулуны и Нафтали, вот эти четыре колена, огромные, собрали, видимо, ополчение, оно будет резко уменьшено Господом. Большим ополчением победить мадионитян, те, кто одержит победу, Гедеон и вот это ополчение, могут подумать, что это вот их рука одолела мадионитян. А чтобы они были убеждены в том, что это рука Господня, ополчение должно быть маленьким, незначительным. Таким оно и будет. Об этом мы будем читать дальше в седьмой главе, как это ополчение Господь повелит уменьшить до совсем небольшого числа воинов. А седьмую главу мы прочитаем в следующий раз. Запись сделана для библейского портала «Экзегет». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!